Сегодня из больницы выписали работника Арселор Миттал Тимиртау, выжившего при обрушении печи 10 июня. Напомним, в этой трагедии погибли четверо огнеупорщиков. Накануне полиция возбудила уголовное дело и взяла под стражу двух должностных лиц Арселор Миттал Тимиртау. А сегодня впервые комментарии по ЧП дали генеральный директор компании и заместитель Акима области. Встречу с руководством компании журналисты просили с самого момента трагедии, но брифинг с участием генерального директора Арселор Миттал Тимиртау состоялся только сегодня. Накануне полиция возбудила уголовное дело по факту группового несчастного случая и взяла под стражу двух должностных лиц АМТ. Но, как и во всех предыдущих смертельных ЧП, это не иностранные топ-менеджеры, а казахстанские руководители более низкого звена. Напомню, за время, пока комбинат в частных руках, на предприятиях АМТ погибло больше 120 человек. Тем временем в интернете казахстанцы запустили петицию с требованием вернуть кормет в собственность государства. И вот, что на это ответил гендиректор Биджу Наир. Что касается петиции о национализации предприятия, да, мне известно. Однако сейчас все мое внимание и внимание моих коллег направлены на улучшение безопасности посредством инвестиций и других мероприятий. По данным администрации АМТ, за все 27 лет компания вложила 5 миллиардов долларов в модернизацию предприятий. Однако Министерство индустрии насчитало только 1,9 миллиарда. Вадим Басин много лет работал в Арселорме Талтимиртау и лично знает, насколько плачевны там дела. И сравнить, допустим, с другими компаниями, ну, прежде всего с российскими, которые в течение этого же периода работают уже как частный бизнес, инвестиции именно в замену оборудования, модернизацию оборудования, выводы из строя оборудования, выводы из эксплуатации оборудования, которое отработало парковые ресурсы, сделано очень мало. Сколько было вложено заводами российскими частными инвесторами, сколько здесь, но это не сопоставимые цифры. По словам Биджу Наира, на этот год компания запланировала около 300 миллионов долларов инвестиций, а на ближайшие 10 лет – 3 миллиарда долларов. Но в петиции идет речь о том, что владелец завода экономит на безопасности и жизнях казахстанцев. В цеху, где погибли люди, работы были запрещены уже в течение полутора лет, с тех пор, как там обрушились плиты перекрытия. Крышу постепенно меняли, но теперь под ней рухнула огромная печь. Вчера Госкомиссия опросила последнего свидетеля, того самого выжившего работника. 23 июня она должна выдать результат расследования.